Здравствуйте, вы смотрите новости на канале ИнстаФорекс ТВ, с вами я, Екатерина Недачина. Первые дни в новом году были переломными. Прежде всего, это относится к фондовому рынку США, который падал максимальными темпами за последние 119 лет. Обвал связан с агрессивными распродажами в Поднебесной, где торги были закрыты после падения биржевых индексов на 7%. В четверг торговый день стал самым коротким за 25-летнюю историю фондового рынка Китая. Усугубило ситуацию решения Народного банка Китая резко понизить курс юаня к доллару. На протяжении 7 рабочих дней регулятор девальвировал национальную валюту, что заставило многих опасаться за здоровье экономики Поднебесной. За несколько дней 2016 года промышленный индекс Доу Джонса потерял 5%. Американский индекс S&P 500 завершил торги в четверг с падением на 2,5%, а по итогам четырех дней индекс потерял 4,9%. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые аналитики уверяют, что это только временная пауза в снижении китайского юаня. Поднебесная позволит национальной валюте снижаться дальше для того, чтобы оставить в долгосрочной перспективе юань. Это, по мнению регулятора, может посодействовать экспортерам и продолжать составлять конкуренцию своим региональным соперникам. Что касается азиатских соседей, то валюта Японии немного отступила. Пара USDGPY, хоть и не насильно, но все же продемонстрировала рост до отметки 118.42. Восстановление американца также можно объяснить ожиданиями рынка сегодняшней публикации макроэкономической статистики по рынку труда США. Предполагается, что порция статданных окажется сильной, что позволит подняться против основных мировых валют. Но случится ли это и как отреагирует конкуренты американца, покажет время. Все внимание сейчас сосредоточено на китайской экономике, которая может столкнуть мировую экономику в рецессию. Об этом говорит и понижение прогноза Всемирного банка по приросту глобального ВВП до 2,9% с 3,3%. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс и мы желаем вам приятных выходных!